Шановные друзья, благодарю за приглашение на конференцию. Да, я представляю бурятскую нацию, являюсь одним из руководителей национального движения. И уже 8 лет живу в эмиграции. Наше национальное движение имеет историю, столетнюю историю, даже больше, наверное, уже. Оно было воссоздано еще в начале нулевых. Так, не без помощи украинских друзей, так уж получилось в нашей истории. И с началом широкомасштабной войны, на самом деле, наше национальное движение практически было одной из самых первых, кто сделал официальное заявление о поддержке Украины. Так что мы всегда были на стороне Украины с самого начала. Мое выступление, скорее, является продолжением выступления моего украинского коллеги. Потому что еще до широкомасштабного вторжения в бурятском национальном движении шла широкая дискуссия, какой метод обретения независимости мы должны применять. То есть опираться на постсоветскую систему, либо использовать деколониальный метод международный, как говорится, международного права. И ситуация такая в том, что оба метода подходят, мы можем им их комбинировать. Поскольку, я расскажу, можно так сказать, что народы Российской Федерации юридически находятся в ситуации правовой неопределенности. И эта правовая неопределенность началась не только с началом войны, и когда, по сути, в России сейчас нет легитимной власти, и все люди там в правовой неопределенности. И ситуация еще с самого начала создания Российской Федерации. История такая, что, допустим, мы в бурятском национальном движении считаем, что не было подписания федеративного договора правомочного со стороны Бурятии. Поскольку Бурятия в ходе парада суверенитета в 1990 году провозгласила свой государственный суверенитет. И как бы, ну, то есть стала республикой Бурятии и прогласился Бурятской Советской Социалистической Республикой. То есть отказалась от статуса автономной в составе РССР, а вышла на статус Советской Социалистической Республики. И это решение было утверждено уже в Верховном Совете РССР. То есть мы на этот момент уже являлись Советской Социалистической Республикой и ждали в той ситуации подписания нового федеративного договора с Советским Союзом, союзного договора. Но в тот момент мы знаем всю эту историю с распадом СССР и так далее. И в 1992 году, когда было подписание федеративного договора Республика Бурятия, Верховный Совет Республики Бурятия, он отказался подписывать. Он отказал в полномочиях на подписание федеративного договора председателю Верховного Совета Республики и председателю Совета Министров. И эти люди, Потапов и Саганов, они поехали по личной инициативе. То есть у них не было полномочий подписывать. Их подпись на этой бумаге, она ничтожна. То есть мы ее не признаем национальным движением. То есть люди, которые поехали без полномочий, они поехали как частные лица. То есть их подпись там, она не представляет Республику Бурятию. И получается, с нашей точки зрения, мы все еще Бурятская Советская Социалистическая Республика, так скажем, образно, в кавычках. И, следовательно, в отношении нас еще действует 72-я или 71-я статья Конституции СССР, когда мы можем воспользоваться правом на личный выход из СССР. Но это была такая дискуссия. Понятно, что многое поменялось с того момента, особенно с началом широкомашнего войны, с изменениями Конституции Российской Федерации, когда в 2020 году Путин переделал Конституцию и принял 67-ю, 68-ю статьи, где единственным государственно образующим народом в России объявляются русские. То есть все остальные народы, которые как бы якобы, хотя мы и не признаем эту подпись, вроде бы подписывали какой-то договор, в котором еще и нет процесса сецессии. То есть мы не можем такой договор изначально так-то, с ошибками. Получается, что как бы все народы, получается, были неизведены до статуса колонизированных, то есть неравноправных. То есть это уже в свою очередь выводит нас на деколониальную площадку. И еще один подарок со стороны российских властей. Буквально в прошлом году, 19 октября, Путин подписал закон о денонсации Конвенции о защите прав коренных малочисленных народов. То есть мы полностью выходим в статус, когда мы можем полностью требовать выполнения декларации о предоставлении суверенитета и государственности колонизированным народам. Вот это точка зрения нашего национального движения. И она примерно такая же в отношении всех национальных движений, национальных республик, кто сейчас находится на той территории, которую мы по привычке еще называем Российской Федерацией. Вот такая вот ситуация у нас. Да, очень спасибо, господин Доржо. Продолжение диалога. Я хочу передать слово господину Доржо. Как раз у него есть комментарий. Я бы хотел еще немножко прокомментировать, добавить от себя, что победа Украины, и мы надеемся, что это победа наших национальных движений, создание своих государств. Но у нас есть еще одна сторона, у нас есть дорогие наши русские либералы, так называемые либералы в скобках, в кавычках. В последнее время они как-то зачастили выступать на тему деколонизации и так далее. Но почему-то они очень часто стали прямо в открытую, говорят, что они не допустят распада Российской Федерации. Тот же Сергей Алисксашенко на днях заявил, что если вы все уйдете, то мы не допустим, мы будем бороться, чтобы вы не ушли из Федерации. А если вы уйдете, у нас нечего будет, у нас не будет природных ресурсов. Вся их модель государства – это какой-то паразитизм. Люди, видимо, и Мария Певчих тоже недавно заявила, оцепим сколько угодно этого суверенитета, полномочий. Ну и понятно, Михаил Борисович Ходорковский вдруг тоже заявил, что с оружием в руках пойдет нас снова завоевывать. Даже если они считают, что Украина побеждает, они возвращаются в Москву и начинают войну против нас уже. То есть война не прекратится. И мы никогда не прекратим, мы будем до конца бороться, потому что мы считаем, что мы в своем праве. С нас уже достало. Будь ласка, пан Эльдорш. Я очень надеюсь на плодотворное сотрудничество с Украиной. В особенности мы бы были заинтересованы в работе в формате Лига свободных наций и Украина, поскольку наша платформа Лига свободных наций – это практически союз большинства национальных движений, которые хотят бороться за свою независимость. И вполне, в принципе, это уже созревшая такая организация. Может быть, еще стоит ее улучшить в чем-то. Но, в принципе, на платформе Лиги свободных наций уже можно очень плодотворно прямо работать. А еще касательно истории наших движений, народов. Дело в том, что для многих из нас обретение новой независимости – это процесс восстановления государственности. Поскольку даже после… Я уже не буду заходить несколько столетий назад. Обратимся к началу XX века. После распада Российской империи многие, все практически народы обрели свою на краткий период какую-то государственность, создали свои институты власти. Вот мой бурятский народ. Вообще три государства провозгласил. И есть факт оккупации, то, что они были приведены в СССР тот же насильным путем, следовательно. У нас есть вся база для того, чтобы апеллировать и в международные суды. И я думаю, что и Украина нам в этом процессе поможет, что мы сможем, апеллируя к тем документам, и поздним, и советским, и нынешним, мы сможем доказать наше право на самоопределение и создание независимых государств. Да, действительно, если мы говорим о западных партнерах, надо им еще попытаться объяснить, что деколонизация – это их безопасность с точки зрения той же ядерной угрозы, поскольку создание ядерного оружия требует ресурсов, сырья, урана и так далее. И, допустим, единственная шахта на территории Евразии по добыче бериллия, без которого вообще никакое ядерное оружие невозможно, находится на территории моего родного муниципалитета. Если Бурятия выходит из России, Российская империя распадается, никакой российской угрозы, ядерного оружия, шантажа никогда не будет. Это так выгодно Западу, той же Америке, той же Британии, Франции. Надо тоже с этой стороны попытаться объяснить, что вы полностью разоружите человека. Как говорил очень близкий мне человек, если ты хочешь решить проблему, руби в корень. Редактор субтитров А.Семкин